Динамо «Спартак» над Москвой разверзлись кляби небесные. В такую погоду хороший тренер-футболиста на поле не выгонит. Но надо так надо, и в пятницу на стадионе «Огонёк» в бой вступили дублёры. Спартаковцы, в составе которых играли Ирис Метов, Маркао, Бугаков, Монахов, Алишандра, уже на второй минуте могли открыть счёт. Но после удара головой Маркао, македонец Гашевский умудрился попасть в руки вратарю Габулова. На 13-й минуте гол всё-таки состоялся. Тот же Маркао прострелил в штрафную, рикошет, и первым у мяча оказался Ирис Метов, забивший, наконец, за «Спартак», пусть пока за дубль. Динамовцы отыгрались в конце тайма. Чеснауский с в одиночку прорвался на ударную позицию. Такие мячи не берутся. Во втором тайме «Спартак» остался в десятером, и динамовцы могли вырвать победу, помешал вратарь Кабанов, заслуживший похвалу даже от Алишандры. А в субботу под таким же нудным холодным дождём сыграли основные составы команд. Матч начался необычно рано, в три часа дня. У «Спартаковцев» по распорядку в это время послеобеденный сон, о чём свидетельствовал изевающий в запасе замёрзший Робсон и игроки в красном на поле. Динамовцы завладели инициативой, выполнили подряд несколько угловых. Вот Митрески выбил мяч после удара Жареного. А счёт открыл Гогниев. Гришин выбросил мяч из-за боковой, получил ответный пас, прострел, и четыре защитника «Спартака» только наблюдали, как форвард «Динамо» в касание переправлял мяч в угол. Прострел был, Гришин, Виталий прострелил, я подставил ногу, им забили гол. Хороший был прострел. Я считаю, этот мяч, я не имел права пропускать, надо было играть на выходе. Максим уж слишком самокритичен. В пропущенном мяче скорее виноваты его партнёры, для которых, впрочем, этот гол послужил своеобразным будильником. Тихий час закончился, и «Спартаковцы» осадили ворота Крамаренко. Калиниченко неформально подошел к подаче углового, точный пас снизом Булатову, штанга. Прекрасный прорыв Германа Ловчева, удар выручил Крамаренко. Динамовцы занервничали, ошибся опытный Цвейба, и Калиниченко перевел мяч на правый фланг Писареву. Прострел, и Ширко, сыграв на опережение, головой срезал мяч в угол ворот. Один-один. Вскоре изящная четырёхходовка в одно касание Парфёнов, Булатов, Титов, и Ширко уже никто не мешал, но мяч улетел выше ворот. Не везение у него какое-то, потому что забивает очень сложные мячи. Лёгкие, можно сказать, у него почему-то не получается. Хотя работает над этим. Но я думаю, Самара, он, наверное, минимум забьёт два. Я на это надеюсь, потому что он должен выстрелить когда-то дуплетом. В концовке тайма только Ролан Гусев пытался обострить игру у ворот Спартака, совершив впечатляющий проход, прерванный внимательным Чуйса. В перерыве, в отличие от последних матчей, Романцев не заменил нападающих. Динамовцы же сумели отодвинуть игру от своих ворот, и Гогниев не воспользовался пасом Клюева. Футболисты стали играть жёстче. Точилин фалит против Чуйсы. А вот момент, когда травму получил Калиниченко. Не почувствовал просто резкую боль в ноге, я не увидел. Говорят, что кто-то сзади въехал. Просто думал, что ахилл порвал. Наверное, что-нибудь полегче. Но всё равно болезнь. У Максима ушиб икроножные мышцы. А пока активный Ловчев прорвался к воротам и даже забил. Но после свистка Баскакова. Положение вне игры. Жёлтая карточка и замена. Ловчев под аплодисменты трибун покинул поле, уступив место Ирисметову. Ловчева заменили только потому, что он ещё мальчишка. Мы не хотим его загнать раньше времени. Он талантливый, способный игрок. И он будет очень серьёзно прогрессировать. Мы на него очень сильно рассчитываем, правда. Мы будем ему доверять и дальше. Робсон, заменивший Калиниченко, прорвался по центру. Сумел в падении отпасовать Грановскому. Титов выполнил забегание и выложил мяч под удар всё тому же Ширко. У мяча было два пути. Либо прямо в ворота, либо в ногу Ирисметова и опять же в ворота. Однако он пошёл своим путём. Штангу, от которой отскочил в руки удачливому Крамаренко. Динамовцы ответили штангой на штангу. Это Гусев выполнил классный обводящий удар. Чуть-чуть не повезло. А затем Ширко мудрым пасом вывел один на один Робсона, который из идеальной позиции выстрелил в низкие дождевые облака. Это, к большому сожалению, и отсутствие класса. Вот поэтому, хотим мы или не хотим, сегодня Шевченко играет в Милане, а не Робсон. Финальный свисток 1-1. А спартаковцы почему-то обиделись на Баскакова. Ковтун не подал руки арбитру, а Писарев вступил судьёй в непонятную перепалку. В горячке, наверное, запарен он, он накахал немножко, он в ответку. Так что, я думаю, это игровой был момент. После игры они уже остыли. Я думаю, не тренились. Мы сыграли 1-1 в ничью. И была такая равная борьба. То мы, то воней. Мы могли забить второй, и они могли. Так что, я думаю, всё закономерно. Ну, хватило характера отыграться. В определенных моментах перехватить инициативу, владели ею. Но лучше бы мы владели счётом, чем инициативой. То есть, это не будет. До новых встреч!